Ну что ж, дорогие друзья, я представляю вам мою гостью. Это Галина Трацан, настоящая акула рекламного бизнеса. Доброе утро. Доброе утро. Галина, ну вот у нас конвергентная редакция. Мы работаем и на телевидении, и в газете, и на сайте. Ну а как вот у вас? Вы тоже, наверное, все эти три направления охватываете? Ну конечно, и мы работаем. Сначала мы работали на телевидении, потом появилась газета «Рабат». Мы стали с ней работать активно, и тираж очень хорошо вырос. Мы рады то, что нашу газету читают, любят, ждут. Причем мои клиенты просто, если газета запаздывает, они звонят, говорят, где газета «Рабат», они уже подвязаны к ней. Потом у нас появилась новая газета «Рабат», которая тоже быстро набирает тираж. Это говорит о том, что материалы, которые печатаются в этой газете, очень интересны народу на казахском языке. Мы туда тоже даем рекламу, и вот буквально несколько лет мы развиваем свой сайт от rar.kz. Ну вот насколько легко или наоборот сложно убедить рекламодателя в том, что на сайт все-таки можно давать рекламу, и она даст отдачу обязательно? Знаете, мне вообще нравится работать с сайтами, потому что в первую очередь сайт – это правдивая информация. В самом низу, если человек прокрутит, и вот я хочу ко всем обратиться, вы откройте наш сайт и прокрутите до самого низа страницы, и там внизу такой счетчик есть, сколько человек в день зашло. Вы просто удивитесь тому, что у нас в день нас просматривают 20 тысяч человек. То есть это топ-10 ведущих сайтов Казахстана. Я считаю, что для Чемкента это хороший показатель. Это отлично. Да, и без ложной скромности хочу отметить, что наш сайт сейчас в Чемкенте является самым популярным, потому что остальные сайты в основном они копируют, дублируют информацию нашу с других сайтов, на том и живут. А мы каждый, не мы, вы, вы каждый день выдаёте более 20 оригинальных авторских материалов. И когда в таком темпе сайт наполняется, во-первых, человек, когда заходит на сайт, он всегда видит новые новости. Бывает же так, зайдёте на какой-то сайт, читаете материал, потом смотрите, а что-то такое уже я видел. Оказывается, это сентябрь 2015 года, там ещё и 2013 год залезет, да? Здесь материалы не день-день, здесь материалы чуть ли не час-час выходят. То есть сайт очень мобильный. Ещё по телевидению не выпустили новость, на сайте она уже есть. Конечно, это импонирует всем людям, и читателям, и, конечно, рекламодателям. То есть рекламодатель, который даст рекламу на сайт, он может посмотреть даже сам. Вот дал человек статью, допустим, да? Мало того, что статья стоит на главной странице, она стоит около недели. Потом она уходит в рубрики, после рубрики она уходит в архив. Но эта статья теперь везде, с любой платформы, с Гугла, там, хотите там с Инстаграма, хотите с Фейсбука, хотите с Одноклассников, вы можете набрать просто в поисковике, допустим, утро с Аиды Турсуметов. И она будет в первых строчках поисковиков. И она выходит. И вы можете посмотреть свой материал даже за несколько лет назад пролистать. Вот буквально вчера звонит мой сын с Калининграда, говорит, мама, а ты помнишь, что ты в 12-м году участвовал в турнире по шашкам? Да, на Атраре был турнир в честь 20-летия. Я, конечно, помню, это было так давно. Он говорит, а я случайно, говорит, так набрал турнир по шашкам Атрар, и ваша статья с сюжетом вышла. Да, кстати, вот еще, что хорошо для рекламодателей, что вот эти сюжеты, которые у нас на Атраре транслируются, платные сюжеты, они целиком уходят на сайт. То есть уходят на сайт в двух видах. Сначала это выходит пост. Пост для всех это статья с фотографиями. И к посту прикрепляется еще и этот сюжет, ну, то есть платный сюжет. Но, соответственно, есть рекламодатели, которые хотят выйти на Чемкент. Но есть рекламодатели, которые хотят заявить о себе по всему Казахстану, а может быть и миру, да. И, а есть еще такие нюансы, допустим, да, здесь филиальчик. Чтобы довести до руководства, что они здесь что-то сняли и показали, им надо приходить к нам, копировать на флешку, на диск пересылать. Сейчас это очень просто. Они просто... Отправляют ссылку. Да, на следующий день они говорят, смотрите, на сайте ваш сюжет уже прикреплен. Но есть еще лучшая услуга, я считаю, это вообще... Это вот просто суперуслуга, это наш прямой эфир. Онлайн. Да, онлайн. То есть вот я в Чемкенте могу, наверное, онлайн посмотреть, ну, два, может быть, два канала. Есть канал, который у нас транслируется, к сожалению, только онлайн, а у нас есть и эфир, и онлайн. То есть я не привязана к тому, чтобы там бегом бежать к телевизору и включать новости. То есть человек может спокойно взять свой планшет, сотовый телефон, включить АТРАР и в прямом эфире, в трансляцию смотреть, своего сюжета, любых новостей. Это же просто здорово, это такая мобильность, но эта мобильность дает и рекламодателю, соответственно, контент. Да, действительно. Контент. У нас за счет того, что АТРАР ушел на сайт тоже, в том числе, у нас увеличился контент обязательно. Это молодежь настала хорошо смотреть. Прямо по отзывам я чувствую, что люди разного возраста, разного социального положения. Сейчас все мобильные. Сейчас все хотят быстро, без проволочек, получить информацию. Вот это наш сайт. Да, а иной раз, ну просто некогда ждать того времени выхода новостей. Ты открываешь сайт, уже все, пожалуйста, эта информация есть. Да, вот это тоже, это тоже очень хороший фактор, что можно без всякого промедления получить то, что тебе надо, вот именно сейчас, и быстренько пролистав новости, как говорится, быть в курсе событий. Вот кроме вот этих статей, которые действительно очень универсальны и хорошо у нас даются на сайте, есть такая рубрика, которая мне очень нравится, это объявление у нас на сайте. То есть вся бегущая строка. Вот многие говорят, а сколько надо ждать, пока моя бегущая строка выйдет? А не надо ждать. Вы на наш сайт зайдите и посмотрите, в какой ротации эта строка стоит. И там ежедневно обновляется на сайте бегущая строка. С одной стороны, рекламодатель может всегда отследить, вышла строка, где она вышла, в каком месте. С другой стороны, это очень хорошо, и людям, которые хотят эту рекламу прочитать. То есть есть люди, которые смотрят телевизор традиционно, сидят, читают строку. Это как бы для них, это, ну, как положено, да? Но вот эти мобильные товарищи или люди, которые сидят на работе в офисе и не имеют возможности смотреть телевизор с утра до ночи, да? Они включают наш сайт, открывают объявление. Пожалуйста, вся бегущая строка. Эта услуга у нас уникальна. Вот такой услуги, как у нас, у нас ни одно телевидение не предоставляет в Шимкенте. Вот еще одна очень интересная рубрика, которая буквально работает несколько месяцев. Она тоже на главной странице. Если вы откроете наш сайт, вы посмотрите, рубрика называется «Скидки в Шимкенте». Причем для того, чтобы попасть на эти скидки в Шимкенте, не обязательно заходить на наш сайт. Вы можете просто в гугле набрать «Скидки в Шимкенте», и мы на пятой ротации. Он автоматически туда пишет. Да, автоматически пишет «Отрав скидки в Шимкенте». Нажимаете на кнопочку, вот сейчас такая жизнь, только на кнопочки нажимаешь, да? Нажимаете на кнопочку, вы заходите на «Скидки в Шимкенте». Вот это предложение состоит из, во-первых, той же бегущей строки и нескольких фотографий самих товаров. Очень хорошо пользуются такими скидками и страховые компании, и мебельные компании, и торговые дома. То есть те, которые продают особенно товары, которые надо показать на сайте. О которых людям рассказать? Да. Как можно большему количеству? Да, вот пользуются такой рубрикой. И вот все думают, вот, наверное, предупреждая ваш вопрос, все думают, что, а, насколько это все дорого? Да, действительно. Вот скидки в Шимкенте, не поверите, 500 инге в день. Ой, это же вообще… Да, 500 инге в день. Бессловно практически. 500 инге в день. Ну, почему мы ставим такие цены? Потому что мы хотим, чтобы человек, чтобы рекламодатель привык к сайту, привык доверять нам, привык к тому, что эта реклама тоже работает. Ведь в основном крупные руководители – это люди, которые за 50. Им очень тяжело перестроиться, уйти на сайт с телевидения. И мы их вот постепенно, мягко, недорого приучаем к этому. Есть, допустим, у нас еще предложение, вот это «Бегущая строка». Вы тоже удивитесь, наверное, что узнаете. Если вы даете «Бегущую строку» на Атраре, то вам автоматически она появляется на сайте. Бесплатно. Ну, как бы, это все в одной сумме, да, это бесплатно, это вот, как бы, вот тоже такой же. Ну, можно сказать, что и бонус, да. Такое предложение, что «Бегущая строка» у нас вся дублируется на сайте. Это уже вторая платформа. Я считаю, что эффективность подачи объявлений «Бегущей строки» возрастает в два раза. Потому что из 20 тысяч человек обязательно кто-то кликнется на объявление «Бегущей строки». Ну, а самая традиционная реклама на всех сайтах – это баннеры. Вы, наверное, видели баннеры, вот, выходят всякие там косметические фирмы, да. Вот, у нас баннеры в ротации, у нас в ротации три баннера крутятся каждый день. Конечно, это и гуглская реклама, не без этого. Но очень часто наши рекламодатели уже дорастают до того, что надо ставить солидные баннеры. Это и банки, это и крупные компании, которые понимают, что первая страница сайта, когда вы только кликнулись на сайт и сразу же в глаза бьет ваш баннер, это очень хорошая отдача от рекламы. Это ее очень сильно привлекает. Да, это очень сильно привлекает. А вообще, конечно, хочется сказать, раньше была такая пословица «реклама двигатель торговли», да? Я думаю, что к нему надо еще, к этой пословице прибавить, что реклама – это и путеводитель уже. Да, действительно. Да, вот куда бы мы делись, если бы мы не знали, где что продается и почем это, как бы, все это можно купить. Вот даже в России сейчас провели опрос, очень много людей, вот в такое время, когда поджались зарплаты, когда кризис, когда выросли цены, появляется целая прослойка людей, которые ищут скидки и по скидкам очень неплохо отовариваются и великолепно живут. Вот это все вы можете найти у нас на сайте. Ну, здорово. Такое ощущение, что скоро уже и эра телевизионной рекламы отойдет на второй план. Ну, насчет того, отойдет, не отойдет. Не знаю, помните фильм «Москва слезам не верит», когда Родион говорил, что через 20 лет, поверьте мне, не будет ни радио, ни газет, ни театра, будет только телевидение. Да, телевидение сейчас проникло буквально во все сферы нашей жизни. Мы весь мир познаем через телевидение, мы побывали у вас с вами во всех странах мира, просто лицезрея телевидение. Но интернет, он дает больше возможностей. Он дает не только телевидение, он дает информацию, он дает развлечения, он дает очень много полезного. И поэтому я считаю, что наше руководство поступило очень мудро и дальновидно. Да, может быть, через 20 лет все телевидение просто перейдет в онлайн, оно останется, но оно уйдет в онлайн. И каждый житель любой точки земли может посмотреть на шатрар, а почему бы и нет, вырастет. Спасибо, Галина, что были сегодня с нами. Ваши пожелания всем, кто нас сейчас смотрит? Ну, мои пожелания, я, конечно, хотела бы пожелать нашему городу процветания. Когда у всех в семье все хорошо, когда у всех стабильность, то, конечно, и настроение хорошее. А нашим рекламодателям хотелось бы пожелать, чтобы почаще обращались к нам, у нас действительно работают специалисты своего дела. И очень хотелось бы видеть рекламу ваших товаров и услуг на нашем сайте и на нашем телеканале. Всего доброго! Ну, спасибо, Галина. Всего доброго! До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова